Кто нас слушает и смотрит, это программа «Деловое время». Уважаемые зрители, слушатели, гость нашей сегодняшней студии, начальник жилищного коммунального отдела УКХТ Абакана Ирина Юрьевна Кабанова. Добрый вечер, Ирина Юрьевна. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Понятно, наверное, о чём мы будем сегодня разговаривать с вами, но я позволю себе такую небольшую преамбулу. Итак, «Весна идёт, весне дорогу». Фраза из песни, известная. «В городе у нас, правда, пока прохладно, погода тёплая никак не устанавливается. Синоптики говорят, что чуть позднее это случится, возможно, через неделю. Но, тем не менее, тепло обязательно будет, а это значит, что будут и наши традиционные работы по благоустройству, в том числе и связанные с благоустройством территорий многоквартирных домов, коих у нас, наверное, уже тысячи домов многоквартирных. Более тысячи домов многоквартирных. Более тысячи, да, новые районы жилые появляются. Но там, если благоустройство производится в комплексе, наверное, с застройкой, сейчас такие требования к застройщикам, то застройка предыдущих лет, она, конечно, очень сильно в этом плане отстаёт. И вот программа «Современная городская среда», она как раз нам и очень помогла решить, помогает решать эту проблему. Поэтому вопрос, соответственно, о том, какие планы в этой части, сколько будет дворовых территорий сделано по программе, федеральной программе «Современная городская среда». Да, действительно, программа очень хорошая, она действительно очень нам помогла благоустроить наши дворовые территории тех домов, которые, ну, скажем, не новые дома, которые сдавались без должного благоустройства, либо там устарели малые формы, и требовалось благоустройство, требовался ремонт асфальта. Вот это тоже очень актуальная проблема, потому что это работы дорогостоящие, а за счёт этой программы собственники могли решить вот эту вот проблему асфальтирования дворовых проездов. То есть и асфальтирование... Ну, давайте я, наверное, немножко ещё раз всем напомню по нашей этой программе федеральной, что она из себя представляет. То есть по программе можно проводить работы по минимальному перечню и по дополнительному перечню. В минимальный перечень у нас входит асфальтирование дворовых проездов, установка урн, лавочек, дворовое освещение. И по минимальному перечню собственники финансируют по минимуму, то есть обязательным условием программы является софинансирование собственников. И вот по минимальному перечню у нас уровень софинансирования от 1 до 10%. Собственники сами должны принять участие на общем собрании. Сколько же они готовы потратить денег для того, чтобы провести эти работы? То есть от 1 до 10% от общей стоимости работ по минимальному перечню. И есть такой дополнительный перечень, который позволяет, как говорится, разгуляться. Ну и к которому по большей части, признаемся, жители Абакана уже и привыкли, и перешли, можно сказать. Всё-таки если в первые годы по большей части, ну там очень скромно, где-то по минимуму обустраивались дворы, то сейчас вот аппетит приходит во время еды, и всё больше и больше делается во дворах. Действительно, вы правы. Друзья, звоните нам, пожалуйста, 22-41-18 наш телефон. Не забывайте, у кого вопросы к Ирине Юрьевне, что касается благоустройства дворов предстоящие, то, пожалуйста, обращайтесь в силе, может быть, есть проблемы какие-то с теми дворами, которые уже были благоустроены. Такая действительно тенденция есть. Если у нас в первые годы, ну началась у нас программа с 17-го года, 17-й, 18-й год, собственники всё-таки жалели свои денежки вкладывать, да, и были такие у нас проекты, которые, где собственники захотели произвести работы только по минимальному перечню, было такое. То есть сейчас, когда собственники принимают решение о вступлении в программу, они хотят благоустроить свой двор комплексно. То есть сейчас уже нет такого, чтобы собственники решили, вот только по минимальному перечню, да, у нас комплексное благоустройство. И хочу отметить, что с каждым годом стоимость вот этих вот работ по благоустройству, стоимость проекта всё выше и выше, потому что... И участие жильцов, доля участия жильцов тоже возрастает. Да, она у нас регламентируется общим собранием собственников, решением общего собрания собственников. То есть для того, чтобы вступить в программу, собственники должны принять решение прежде всего о том, что они хотят участвовать в этой программе. И одно из ключевых решений – это доля софинансирования собственников. И чем выше они принимают долю софинансирования, то есть у нас она ограничена, вот я говорила, по минимальному перечню от 1 до 10%, и по дополнительному от 15 до 30%. Чем выше они принимают свою долю финансового участия, тем больше у них шансов попасть в программу. Один момент только, меня подкорректировали мои коллеги. Дело в том, что мы работаем в разных студиях. Телефоны этой студии, и постоянные наши, впрочем, слушатели и зрители знают. 22-60-11. Звоните, мы принимаем звонки от всех. Ну и вот, соответственно, количество дворов, которые попадают в эту программу ежегодно, начиная с 2017 года, оно как-то от года в год варьируется. И я заметила такую тенденцию, что все-таки меньше дворов с годами становится. Вот это как-то связано с увеличением расходов на каждый отдельный двор? Ну там такой тенденции, как таково, не просматриваться. Или это с финансированием связано? Это связано с финансированием. То есть у нас вот три года подряд мы делали, у нас был план 20 дворовых территорий. И меньше мы не могли сделать, и 20 мы делали, и на этой дворовой территории. Ну как бы денег хватало, но хватало при условии, что муниципалитет участвовал в своей доле и больше, чем предполагалось по программе. То есть если перед нами была поставлена задача выполнить 20 дворовых территорий, благоустроить 20 дворовых территорий, то здесь на себя брал нагрузку муниципалитет, и недостающие деньги мы закладывали, то есть принимали решения на сессии городского совета, и недостающие деньги были заложены в городском бюджете. А на этот год у нас получилась такая ситуация, что денег было выделено ровно столько же, сколько и в прошлом году. Но, опять же, мы говорили о том, что аппетиты собственников растут во время еды, и в этом году проекты довольно-таки дорогостоящие. Опять же, повлиял тот момент, что с прошлого года очень повысились цены на материалы, то есть на изготовление малых архитектурных форм. Да, в этот момент, оказывается, не только частников, которые застройкой занимаются, касается, но касается и собственников многомартирных домов. Если позволите, мы примем звоночек первым. Да, конечно. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня вопрос. Да, пожалуйста. У меня вопрос к вашей собеседнице. Значит, от жильцов Некрасова-26 мы участвовали в программе, но работы выполнены были некачественны. Значит, нам обещали это сделать, и до сих пор ничего не сделано. Спасибо большое за ваш вопрос. Да, я знаю ваш дом, действительно проблемный. Попался подрядчик по асфальтированию. Он выполнил работы некачественно, он закупил некачественный асфальт. И после того, как было уложено асфальтовое покрытие, прошло не так много времени, когда оно начало выкрашиваться. И то есть, простояло это асфальтовое покрытие зиму, и весной асфальтовое покрытие было, ну, то, что оно было некачественно, было видно невооруженным глазом. И поэтому, то есть, по этой программе у нас есть гарантированный срок исполнения некачественных работ. То есть, любой подрядчик дает гарантию 3 года на выполнение на год. То есть, можно надеяться, что он заменит? Не просто можно надеяться, он обязан заменить. И мы написали претензию в управляющую компанию, так как у нас соглашение с управляющей компанией. Управляющая компания, в свою очередь, написала претензию подрядчику, и подрядчик, вот я не знаю, Терезнительница сказала, что работы не выполнены, но, насколько я знаю, в прошлом году, да, в 21 году, где-то вот уже в августе, в сентябре, наверное, месяце подрядчик переделал работы, и мы даже делали пробы, то есть, вот асфальто-бетонного покрытия, мы брали вырубки оттуда, и вырубки прошли экспертизу. То есть, работы были переделаны. Возможно, эти претензии связаны с какими-то другими работами? Жалоб больше не было? Нет, больше по этому двору жалоб не было, то есть, подрядчик, который выставлял малые архитектурные формы, там, в общем-то, было всё без жалоб выполнено. Ирина Юрьевна, сколько вообще дворов войдёт, и есть ли там среди этих дворов те, по которым мы делали сюжеты, возможно, вот осматривали, когда вы ездили эти дворы? Ну, я уже не помню, где мы делали сюжеты. Сколько дворов у нас? Вообще, на этот год у нас войдёт на благоустройство 15 дворов. Если в прошлом году, позапрошлом, 3 года подряд у нас было по 20 дворов, то в этом году денег хватило только на 15 дворов. И то при условии участия муниципалитета в гораздо большем размере. То есть... Но это дворы, насколько я понимаю, в отдельных, по крайней мере, случаях, те дворы, которые... Вокруг них расположено несколько зданий. Есть такие моменты? Ну, у нас, как правило, все дворовые территории, то есть у нас нет такого, чтобы дворовая территория, и вот один дом к ней и всё. Просто момент другой. Бывает так, что, например, участвуют в программе, вот есть дворовая территория, по периметру её расположены, скажем, 3-4 многоквартирных дома. И вот там, где собственники одного, второго, третьего дома собрались и вместе приняли решение об участии в программе, тогда можно сделать комплексную, большую, хорошую, красивую территорию. И нагрузка на собственников будет меньше, и денег будет в целом больше, потому что участвуют 3 дома на одну территорию. Вот у нас в прошлом году Аскизская, 159, по-моему. Минуту возьмём тупку. По Аскизской была вот такая комплексная территория, там не очень старые дома. Получился очень хороший двор, прям очень хороший двор. Ну, я слышала, наслышана от своих коллег, что там действительно картинка, а не двор. Добрый вечер. Добрый вечер. Ещё раз. Это вас беспокоит Снеградсов, 26. Вот ваша собеседница сказала, что сделали вырубки с асфальта и так далее. Провели, значит, асфальтирование осенью таким же асфальтом, и причём полдороги. А остальная вся часть, стоянка и сама дорога, ничего не было сделано. Нет, насколько я понимаю. Спасибо. Насчёт стояночных карманов, они входят в это? Всё зависит от проекта. Всё зависит от проекта. То есть вот там были как раз претензии именно по асфальту вот этого дворового проезда. Претензий к асфальтированию стоянки там не было. То есть я почему знаю эту ситуацию, потому что мы долго работали и с подрядчиками, и с управляющими компаниями, и я сама в составе комиссии туда выезжала. То есть вот там, где было действительно некачественно сделано, было переделано. А вот что касается стоянки, там не было оснований переделывать. Ирина Юрьевна, давайте вот ещё один буквально звонок примем, и вернёмся всё-таки к планам на этот год более подробно, что это за территории, что за дворы. Добрый вечер. А я бы хотела вопросик задать. Да, пожалуйста. Мы для этого здесь и собрались. Вы знаете, у нас 31 числа мы вызвали сантехника, у нас управляющая компания, это вон. Они пришли к нам, посмотрели и сказали, у них нет такого ключа, чтобы открутить что-то там. Отзывы за вызов 100 рублей, развернули, тёжили. Но это на бардак. Я только... Адрес назовите, пожалуйста. Адрес. Скажите, пожалуйста, ваш адрес и 31-го какого месяца вы вызвали сантехника? Пушкина, 184, квартира 9А. 184, квартира 9А. А 31-го числа какого месяца вы вызвали сантехника? 31-го первого. Угу, давненько уже. Они были, ну, где-то, знаете, может в обед, может после обеда, вот там вот. И скажите, вам услуга? А? И скажите, больше, вот вы их вызвали, они пришли, сказали, что они не взяли с собой какие-то инструменты, и больше они к вам не приходили и ничего не сделали? Больше их нет. Сын мой сам пошёл, сын пошёл в магазин, купил ключ, отвернул и сам заменил вот этот кран. Ну, этого так нельзя. Я с вами полностью согласна. Спасибо, что вы позвонили. Я записала вашу информацию, мы будем по ней работать завтра. Ну, видите, как мы с вами здесь ещё и в качестве скорой помощи, но такое часто бывает, когда к нам в гости приходят люди, имеющие отношение к коммунальному ведомству. Итак, возвращаемся к нашей основной теме. Сегодняшнее это благоустройство дворовых территорий, в частности, это планы на наступивший уже год, на предстоящее лето. 15 дворовых территорий будет благоустроено. Что это, какие есть особенности, комплексное ли это благоустройство, либо по-разному люди заказывают себе. И вообще, вот как будут выглядеть эти дворы? Ну, да, на 2023 год мы планируем благоустроить 15 дворовых территорий. Мы предполагали сначала, что у нас будет индикатор такой же, как и был ранее, 20 дворовых территорий, поэтому были нами заказаны... Ну, то есть, проекты заказали на 20? Да, на 20 проектов. То есть, для того, чтобы нам выбрать этих 20 проектов, мы проводили муниципальная общественная комиссия, рейтинговый отбор. Я тоже уже говорила, рассказывала об этом. И в результате, то есть, у нас оказалось, денег не хватает, и муниципалитет своими деньгами участвует в размере 16 миллионов, а это очень много, то есть, по федеральному вот этой программе... Ну, то есть, по миллиону на каждый двор, получается, со стороны муниципалитета. По вот этой федеральной программе участие муниципалитета должно быть не больше трёх... Ну, то есть, может быть больше, но установлено 3%, да, а у нас 16 миллионов, понимаете, от общей... Ну, общая сумма порядка 39 миллионов. Ну, то есть, это получается одна треть. Ещё плюс какая-то часть... Это федеральные деньги, да. Какая-то основная часть федеральные деньги, ну, и плюс деньги собственников, вот о которых я говорила, это участие финансовое собственников. И того у нас хватило денег вот на 15 дворовых территорий. Это, конечно, будет комплексное благоустройство дворовых территорий. Это и асфальтирование, это и устройство автопарковочных стоянок, это и устройство детских спортивных площадок, место отдыха для пожилых людей, это озеленение туда входит, освещение. Ну, то есть, полный комплекс благоустройства, чтобы можно было красиво, удобно жить вот в этом дворе, да, этой дворовой территорией пользоваться, чтобы могли дети разных возрастных групп найти там по своим интересам занятия. Ну, то есть, вот проекты все очень интересные. А назовите несколько адресов, которые на слуху положены. Вот, вы знаете, я, наверное, сейчас и не вспомню, потому что мы еще не начали работать с ними, поэтому вот... Ну, вот, да, я могу назвать. Это вот Ленинского комсомола 3, то есть, это вот дом, где у нас находятся судебные приставы. Представляете, да, где это находится? Да, приставы там очень запущены. Двор просто безобразный. Вот этот вот двор, он большой, он большой. И дальше к нему вот он и дом большой. Дальше вот, представляете, поворот на Пушкино, и там у нас идет Пушкино 193, 195, 199. Ну, это где-то в районе училища Олимпийского резерва. И вот мы в прошлом году сделали Пушкино 199, 199-Б. Дальше у нас пошло вот это вот училище Олимпийского резерва. Там некому инициировать собрание и не с кого собирать деньги. И дальше пошло Пушкино 195 и 193. А оно как раз примыкает к Ленкома. И получается вот такой большой, большой вот такой вот двор, вот три дома подряд. Это все будет сделано в этом году. Там дворы такие темные, они немножко в низине находятся. Жители жалуются, что... Ну, мрачноватое место. Мрачновато, комары там. И оно... Заболоченное. Заболоченное место. Жители жалуются о том, что там стоит вода. И поэтому там комплексно решается, будет проблема по отводу. Поднимать грунт? Поднимать, не получится поднимать, потому что низко крыльца находятся. То есть, там придется... То есть, мы рассматривали этот вопрос, и придется тогда срезать у подъезда двери. Да, и получается, что вход в подвал, да? Некрасиво. Это очень дорого будет, это получится, ну, неразумно. И поэтому проектировщиками предложено другое решение. Там будет выполнено водоотведение, то есть, будут поставлены колодцы водоотводящие, дренажные колодцы, да. То есть, вот там, ну, проектировщики посмотрели, где лучше, в каких местах поставить. Кроме колодцев, там также было продумано благоустройство комплексно. Очень такое большое благоустройство именно по Ленкома-3. Очень там собственники поучаствовали своими деньгами, и там стоимость проекта что-то более 5 миллионов. То есть, вот они прям развернулись от души. Там будет спортивная площадка, детская площадка. Освещение хорошее. Асфальтирование, хорошее освещение. Парковки хорошие они вот захотели сделать. По-моему, спортивную площадку они даже с мягким покрытием себе захотели поставить. То есть, такой дорогостоящий проект. И вот этих вот два дома тоже будут благоустроены. То есть, и у нас получится, по сути, вот такая вот комплексное благоустройство вот этой территории. И плюс еще, если вспомнить, что в прошлом году мы Пушкино-199-199-Б сделали, да, то уже получается вот этот вот район у нас уже практически весь благоустроенный. А вот там по соседству, если говорить о работе над ошибками, сейчас мы поговорим, только примем один звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Вот я сейчас смотрю вашу передачу, и вы говорите о дворах. Вот я хочу сказать, мы живем в проспект Ленина, 73. Это до такой степени у нас дворы запущены. Не только что не благоустраивать, даже какие есть на площадке, что-то есть, даже не покрашено. Вообще запущены дворы, начиная от Победы и до Лечного огня. По дворах до такой степени все запущено. Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо за звонок, да. Но мне кажется, вот мне казалось, что в принципе все уже как бы просвещены в этой части, что зависит все от инициативности жильцов. Знаете, мы смотрели как раз вот эту территорию, потому что это центр города, да, и вот территория такая большая, дворы большие, вот они стоят советская, да, советская и там, что у нас, проспект Ленина. Да, и вот получается по соседству хорошие, хорошие большие дворы, там управляющая компания в большинстве своем где-то, ну там есть какие-то дома, которые не ЖУ-2, ЖУ-2, мы с ними обговаривали этот вопрос. Проблема там в чем? Вся проблема состоит в том, что в этих домах, в большинстве своем живут пожилые люди. Дома-то уже старенькие такие, ну соответственно, собственники этих многоквартирных домов уже на пенсии, и внуки у них уже скорее всего все выросли. И уже такого интереса к тому, чтобы сделать вот эту вот площадку, у них, ну уже нет. Маленьких детей, ну может быть в единицах квартир живут, проживают молодые люди с маленькими детьми, а в большинстве своем все-таки живут пожилые люди. Во-первых, нет такого интереса, такой заинтересованности у них, а во-вторых, опять же люди, находясь на пенсии, считают каждую копейку. И то есть отдать им, поучаствовать в программе и дополнительно какую-то денежку отдать, ну не каждому под силу. Ну хотя бы минимальный перечень, там проезды какие-то за спортируются. Опять же, видите, у нас критерии, мы разработали критерии именно для того, чтобы у нас было все-таки комплексное благоустройство дворовых территорий. Мы разрабатывали критерии так, что чем больше работ собственники заказывают, тем больше баллов они получают, тем больше, опять же, шансов у них попасть в программу. И выше строчка в рейтинге. Выше строчка в рейтинге, да. Если они закажут себе только минимальный перечень, то попасть в программу будет уже проблематично. То есть, ну как правило, у нас подается заявок на участие в программе больше, чем мы можем на самом деле осуществить благоустройство. Мы об этом еще поговорим, конечно, о перечне. Ирина Юрьевна, работа над ошибками. Вот как отслеживается работа, выполненная подрядчиками за прошлый год? Я потому что помню, что было несколько проблемных таких точек. Вот в частности, наверное, самый проблемный был этот двор по вокзальной, где не соответствовали мафы стандартам, где они были выполнены из каких-то низкокачественных материалов. Какая-то работа подрядчикам, работа над своими собственными ошибками проведена? Ну, как вам сказать, то есть подрядчик, опять же, в рамках гарантийных обязательств, подрядчик обязался выполнять все работы в течение трех лет, если мы что-то выявим. Мы выявляем, вот сейчас еще пока не ездили, но то есть, когда у нас наступает весенний период, мы объезжаем рейдовым объездом, то есть комиссионно с привлечением наших депутатов, чтобы не мы одни это могли увидеть, наших специалистов, то есть мы с привлечением специалистов управляющих компаний, которые эксплуатируют вот эти вот дворовые, вот эти вот дома и дворовые территории, соответственно. Мы выезжаем комиссионно, смотрим, если находим какие-то, вот что, вот как после зимы вышло, ну там где-то болтика не хватает, где-то что-то погнулось, где-то что-то, там материал был некачественный, треснуло и так далее. Смотрим то же самое асфальтовое. Ну там, по-моему, и до зимы было понятно, что там какие-то были совершенно детские вот эти или тренажеры, или что-то некачественное. Что касается работы над ошибками, а вот что касается именно вот этого конкретного подрядчика, ну да, там было, он зашел раньше других в апреле месяце, начал работать и закончил позже других. И мы выезжали туда чуть ли не ежедневно, то есть мы выезжали, смотрели, сразу было видно, что некачественные работы выполняют. Почему такой подрядчик появился, поясню, потому что этот дом управляющая компанией муниципальная, да, вокзальная 28, и по закону муниципальная управляющая компания не может взять подрядчика, просто с ним договориться, потому что вот он хороший, он знает, и управляющая компания знает, что этот подрядчик хороший, что он не подведет и сделает качественно. Управляющая компания, так как она является муниципальной, она обязана проводить конкурс. О наших конкурсах, которые проводятся, говорили уже много, да, и управляющая компания не могла себя никак подстраховать от недобросовестного подрядчика. Он сделал снижение, и он выиграл конкурс. А что мы потом получили в результате? То, что получили. В итоге мы от него добились того, чтобы было сделано хотя бы не с отличным качеством, хотя бы с удовлетворительным качеством, чтобы это не противоречило никаким нормативным актам, документам. Мы от него это добились, он переделывал неоднократно. То есть, в конце концов, перед тем, как принять эти работы, мы, естественно, от него добивались этого. Ну и в случае, если будет выявлено в течение трех лет какое-то несоответствие, он опять будет это все переделывать по гарантийным обязательствам. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, во-первых, работаем на шлифтане, надо что-то рисовать. С праздником вашего здоровья, с 8 марта с уступающим. Спасибо большое. Ну, вот и такие звонки у нас бывают. Ну, приятно, очень приятно. Это у нас такая небольшая пауза была. Ирина Юрьевна, а сколько вообще, вот мы немного поговорили с вами о рейтинге, потому что рейтинг действительно существует, и вы совершенно справедливо заметили, что для того, чтобы подняться выше строчкой, нужно все-таки продумать хорошо проект свой, поучаствовать в нем, вложиться тоже с собственником многоквартирных домов. А сколько вообще сейчас вот у нас дворов, которые, так скажем, ждут своей очереди? Сказать сейчас сложно, потому что мы пока не объявляли на этот год, мы пока не объявляли еще прием документов. Но с тех годов остались еще какие-то списки. Вы знаете, просто программа федеральная, и федеральная программа устанавливает свои условия, то есть каждый год для участия в программе собственники должны снова проводить собрания, снова принимать решения и снова подавать весь пакет документов. Единственное исключение, вот мы сделали из правила, единственное исключение будет сделано для тех дворовых территорий, где уже готовы дизайн-проекты. Вот я, помните, в начале нашей беседы говорила о том, что мы изготовили 20 дизайн-проектов на случай, если все-таки нам дадут денег побольше, и мы все-таки выполним вот этот целевой индикатор 20 дворовых территорий. Мы же тоже хотим сделать как можно больше, чтобы как можно больше людей получили хороший, удобный, красивый двор. Но так как не получилось, да, мы сделали, то есть у нас осталось 15 дворовых территорий, и на 5 дворовых территорий у нас заказаны дизайн-проекты. Вот эти 5 дворовых территорий, они у нас войдут на 2023 год. Это вот уже, мы это все пропишем. Сейчас мы будем делать в марте месяце проект постановления, как раз по рейтинговому отбору, и там вот эти вот нюансы мы все пропишем. То есть 5 дворов уже автоматически уходят, им уже не нужно подавать документы? Им уже не нужно будет подать. Вот их документы, которые они подавали на благоустройство на 2022 год, они автоматически перейдут вот на 2023 год. Ирина Юрьевна, а вообще вот что известно, каковы перспективы этой, безусловно, замечательной федеральной программы «Современная городская среда», будет ли она продлеваться? То есть какие-то временные там, я не знаю, рамки передвинуты, потому что, ну, говорили мы уже о том, что, возможно, она скоро все-таки себя исчерпает или завершит. Тема-то неисчерпаемая, но программа может завершиться. И вот есть ли какие-то в этой части, может быть, видение какое-то, как город будет продолжать эту работу? Ну, все зависит от возможностей федеральных средств. Все зависит от возможности… Но пока ее не останавливают, пока она продлевается. Да, пока программа идет, пока она продолжается, пока ее никто не останавливает. То есть на сегодняшний день у нас программа рассчитана до 2024 года, и пока ничего не предвещает того, что она не будет исполняться, эта программа. И могу сказать, что по финансированию этой программы финансирование идет четко, вот практически день у день. Только мы приняли работы, финансирование идет только после того, как работы полностью приняты. Только мы приняли работы, подготовили пакет документов отдали, мы его в Минстрой весь пакет документов буквально на этой же неделе. То есть, если мы в начале недели сдали, в конце недели нам уже приходят денюжки. Слава Богу. Ирина Юрьевна, Вы обмолвились о том, что должны быть дизайн-проекты. Насколько я помню, раньше этим занимались привлеченные сотрудники ХГУ. Сейчас кто занимается разработкой? Так же мы привлекаем специалистов. Какие это дают преимущества? Мы вынуждены это делать, потому что дизайн-проект – это основополагающий документ, на основе которого потом будут производиться все работы. И, соответственно, этот основополагающий документ должны делать специалисты, которые действительно профи, которые имеют на это образование, которые имеют на это необходимые знания и так далее. Почему? Потому что дизайн-проект – это не просто так, вот они его нарисовали и сказали, что где будет. В общем, это не эскиз. Это не эскиз, да. Для того, чтобы сделать вот этот дизайн-проект, до этого идет огромнейшая работа с собственниками. То есть, вот эти вот проектировщики, они вместе с управляющей компанией, они выходят во дворы к людям. Им нужно прежде всего понять, что же хотят люди. Люди разные со своими взглядами, со своими интересами, вкусами. Это очень сложно, потому что один хочет так, другой хочет это. И вот это вот все очень сложно, все это увязать, это практически, ну прям колоссальный труд. Вот сначала они выходят к людям, они все, потом они делают замеры. То есть, это нужно все замерить, надо посмотреть, куда, что, вот здесь можно, здесь нельзя и так далее. То есть, вот после того, как у них есть четкие замеры, четкое представление, что где будет, отрабатывают с управляющими компаниями и с собственниками, с теми же, какие формы должны стоять. То есть, они должны, вот каждую мелочь проектировщик должен учесть. Мало того, когда проектируются работы, проектировщик должен знать какие-то скрытые работы, да, что подсыпать, что убрать и так далее. То есть, если бывают ошибки в проектировании, ошибки бывают, хоть мы и привлекаем специалистов, но от ошибок никто не застрахован, потому что это действительно работа очень сложная. И вот после того, как эти все замеры проведены, после всего этого, как картинки все нарисованы, идет работа по составлению смертной документации. Вот здесь вот нужно учесть все, все работы, вплоть до очистки и вывоза мусора. Если этого не будет сделано, то есть, как бы денег просто подрядчику не хватит. И подрядчик скажет, а я вам это делать не буду. И как хотите, так это и делайте. Все верно. Ирина Ильинина, а вот предположим, что нас сейчас с вами смотрят люди, которые хотели бы сагитировать своих соседей на то, чтобы поучаствовать не в этом, так в следующем году в федеральной программе, пока есть такая возможность. Каков алгоритм их действий? Может быть, напомним еще раз. Я понимаю, что уже тема изучена, что уже вроде бы все разжевано, но бывает так, что человек просто не фокусировал на этом свое внимание. Ну, прежде всего, я всегда говорю, что необходимо работать со своей управляющей компанией. Ваша управляющая компания, ваш друг и помощник. Если вы хотите организовать работу по благоустройству своей дворовой территории в рамках этой программы, прежде всего, надо все-таки обратиться в управляющую компанию. И управляющая компания поможет собрать общее собрание, провести его. Потому что вот собрать общее собрание – это тоже еще тот труд. Наши собственники, они не очень активны. И вывести на собрание в очной форме, ну, это практически невозможно. То есть, и поэтому находятся такие энтузиасты, это вот старшие по дому, да, которые старшие по подъезду, люди, которым большое спасибо, огромный поклон, которые берут на себя вот эту вот ответственность при проведении собрания. Они ходят по квартирам, да, объясняют, рассказывают, уговаривают. То есть, это такие большие помощники управляющей компании, в работе управляющих компаний. Им огромное спасибо. И вот управляющая компания организует своих помощников, организует проведение вот этого собрания. А, кстати, оно сейчас возможно, проведение его в каком-то электронном формате, этого собрания? Вообще, как бы… Есть такая возможность? Да, такая возможность. Возможность не просто есть. Вот сейчас Минстрой Хакасии, они были на совещании 28-го числа, у нас было совещание с управляющими компаниями. Вот Минстрой Хакасии рекомендует проводить собрания в электронной форме. И вообще есть такая тенденция, и говорят, что года через 3-4 мы все собрания будем проводить в электронной форме. Согласитесь, удобно. Это, конечно, очень удобно, но здесь есть такой момент, что не все могут пользоваться электронными носителями, поэтому здесь опять же на помощь придут вот такие добровольные помощники, которые сотрудничают с управляющими компаниями. То есть они смогут помочь проголосовать бабушке и дедушке, то есть для этого у них будут необходимы полномочия. Для такой категории нужно проводить даже собрание, так скажем, в обычной форме, и потом просто в результат вносить в электронный формат. Нет, просто будет назначен человек, которому будут даны полномочия, права проводить голосование за кого-то там. И опять же человек должен ему тоже дать на это какую-то свою доверенность. Ирина Юрьевна, не так много у нас остается в эфире с вами времени, 20 минут остается. Давайте немножко отойдем от комфортной городской среды. Мы к этой теме еще, друзья, неоднократно вернемся. Давайте поговорим о каких-то немного других вопросах. Я, например, слышала, что управляющим компаниям доведено администрации города о необходимости провести сейчас инвентаризацию того имущества общего. Общедомового, дворового имущества, которое находится на территории, на прилегающей придомовой территории. Инвентаризация, она проводится за рамками современной городской среды? И проводится ли она ежегодно? У нас планируется провести инвентаризацию дворовых территорий на предмет установленных и имеющихся там малых архитектурных форм, что там вообще есть. Но это пока в планах. На сегодняшний момент у нас актуальная работа управления коммунального хозяйства и транспорта – это рейдовая работа по дворовым территориям. То есть мы ежедневно выезжаем с рейдовой проверкой дворовых территорий. И нашу задачу поставлена проверка каждой дворовой территории, которая у нас есть в доме. То есть мы выезжаем сейчас с комплексной проверкой. То есть вот за один выезд удается проверить не более 5-7 домов, потому что проверка комплексная. Мы начинаем проверку с проверки площадок ТБО, ТКО. Это тоже очень больная тема. Тут у нас очень сложно отработать механизмы взаимодействия дворника и перевозчика мусора. Когда приезжает перевозчик мусора, он загружает контейнеры, у него там все валится, сыпется. Это обычная песня. Это обычная песня. Вовремя не успевает прийти дворник, и у нас получается бардак на площадке ТКО. Идут возмущенные люди, кому это никому не нравится, начинают поступать жалобы. То есть вот такие моменты есть. Мы в последних полтора месяца очень плотно работали с площадками ТКО, но постарались навести относительный порядок. Но все равно какие-то случаи у нас бывают, у нас поступают жалобы. У нас глава очень строго следит за этим вопросом, прям очень строго. И в рамках вот этих наших рейдовых мероприятий мы будем проверять площадки ТКО. Мы будем проверять состояние фасадов зданий многоквартирных домов на предмет, чтобы там обязательно была адресная атрибутика. Чтобы над подъездами висела вся информация по квартирам, по какой квартире, номер подъезда и так далее. Чтобы вся информация висела об управляющей компании над подъездами. На отсутствие незаконных объявлений, либо рекламных каких-то плакатов. Вот это мы будем проверять. И еще вот у нас появился такой бич, это надписи на фасадах многоквартирных домов. Вот на этот предмет будем проверять. Ну это, возможно, еще и полиция каким-то образом ориентирует в этой части, если там какие-то противозаконные надписи. Да, чтобы мы все это выявляли, заставляли убирать это управляющей компании. Вот на эти моменты обращали внимание. Ну и опять же, вот сейчас очень актуально мы обращаем внимание на состояние дворовой территории. То есть погода у нас сейчас такая непредсказуемая. Днем у нас все подтаяло, растаяло. Хотела прямо, знаете, с языка снять. Потому что действительно сейчас сезон такой травмоопасный. Вот самый травмоопасный сезон, это, пожалуй, начало весны. Когда перепады суточной температур достаточно велики. И поэтому, если не подсыпать вовремя, то вполне можно на подходе к дому вечером, либо утром сломать себе руку-ногу, как придется, кому как повезет. Да, и вот этот вопрос, конечно, на него мы обращаем внимание. То есть выезжаем, смотрим. Утром, как правило, оно все подмораживается. И мы просим, чтобы управляющие компании работали именно в этом направлении. То есть вот у нас подтаяло, дворник вышел, пока это можно убрать, надо максимально стараться это убрать. И вообще сейчас такой период времени, когда вот это вот все тает, и вся неприглядность, вся грязь, она вот выползает наружу. Знаете, как еще в нашей жизни говорят, весна покажет, кто где выгуливал собачку. Да. И это мы видим каждый день у себя во дворе. Вот это вот, да, и сейчас вот такое время, когда управляющим компаниям нужно, ну, придется поработать очень интенсивно. И каждый год они работают в этом направлении очень интенсивно. Опять же сосульки вот сейчас, да. Сейчас вот тоже такое время, когда мы обращаем внимание на сосульки, чтобы предотвратить травматизм. То есть управляющие компании активно сейчас проводят очистку кровель от сосулек и вообще от снега, чтобы не было схода с кровель снега. Ну, это, пожалуй, не опаснее, чем сосульки. Это очень опасно, да. Ну, обязательно наши управляющие компании, они уже у нас вышкаленные, они уже грамотные. То есть в случае работы на крыше, да, когда идет, они сбрасывают снег, обязательно идет ограждение, да, чтобы люди могли видеть, что здесь ходить нельзя. Как в том фильме, сюда не ходи. Ирина Ильинина, ну, а что касается самой инвентаризации? Я так понимаю, что в планах она все равно остается. И вот в рамках этой инвентаризации, зачем она вообще нужна? Это для того, чтобы вы имели общее представление, какую-то ясную картину того, какие дворы, может быть, проблемные, не проблемные. Может быть, чтобы сопоставлять эти данные с теми заявками, которые у нас на комфортную городскую среду. Для чего эта работа делается? И делается ли она ежегодно? Вообще, эта работа нет. Эта работа у нас делалась, вот когда у нас вводилась программа формирования современной городской среды, и вводилась система ГИС ЖКХ, была проведена масштабная инвентаризация всех дворовых территорий. Сейчас вот эта вот инвентаризация, она со временем должна у нас планово повториться. Но вот на период, когда вводилась система ГИС ЖКХ, это было понятно, для чего мы делали эту инвентаризацию. То есть в эту систему ГИС ЖКХ мы обязаны, и управляющие компании обязаны занести все данные по многоквартирному дому. То есть это данные по многоквартирному дому, количество подъездов, количество этажей, количество квартир, квадратные метры и все-все-все. То есть полностью все данные по многоквартирному дому и все данные по инфраструктуре дворовой территории. То есть мы тоже туда все вносили, вплоть до фотографий даже прикрепляли, размещали. Да, и вот сейчас те дворовые территории, которые у нас не попали туда, мы должны пройти их снова, то есть для того, чтобы у нас данные об инвентаризации были более полные. Ну то есть нужно актуализировать их состояние на сегодняшний момент. То есть реализация их состояния. То есть вот сейчас эта замечательная система, государственная система ГИС ЖКХ, она работает, и информацию там можно получить любую. То есть она уже достаточно хорошо у нас в городе заполнена, эта система, наполняемость ее хорошая, и можно там любую информацию взять. Через систему ГИС ЖКХ можно опять же написать любую жалобу, любое заявление, и этот документ будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Да, вот кто собирается вложиться сейчас в наше непростое время в недвижимость, уточнить все данные, помимо того, о чем вам рассказывают продавцы и реалисты, можно еще и на ГИС ЖКХ узнать, что зовут. Может быть, может быть, но я пока вот как бы, ну может быть и какие-то технические характеристики там можно посмотреть, да. Ирина Юрьевна, и вот еще такая тема, достаточно она болезненная, мы немного ее коснулись, подрядчики. Вот с подрядчиками, видимо, не все так просто. Но есть ли некая когорта тех компаний, на которых действительно можно положиться, и как вы с ними сотрудничаете? У нас, как правило, сложились такие деловые отношения. Вот у нас есть такая компания «Крылатые качели», которая в большинстве своем проводит благоустройство дворовых территорий, устанавливает малые архитектурные формы. Это наши местные подрядчики, они на рынке. Ну вот мы с ними работаем с первого дня, то есть с первого дня мы с ними работаем, с ними работают управляющие компании. То есть это вот такие наши постоянные подрядчики. Что касается подрядчиков по асфальтированию дворовых территорий, здесь тоже такая большая проблема, потому что... Речь шла в прошлом, позапрошлом году, что не хватало этих подрядчиков, их не хватало на благоустройство общественных территорий. Их не хватает катастрофически, потому что в летний период времени как раз вот эти вот работы по асфальтированию, они идут по всей республике. И везде, они везде... Потребность вот в этих подрядчиках, она всегда очень большая. Но у нас есть такой подрядчик, который нас не бросает, который работает по благоустройству дворовых территорий. Гагик Габриелович, ДСП-8. Вот, тоже хочется сказать ему спасибо. То есть есть компании, на которых, по крайней мере, не оголено в этом смысле у нас какое-то сотрудничество налажено. Вот ДСП-8 у нас работает, и у них качество работы, в общем-то, достаточно хорошее качество работы. Вот тот подрядчик, на которого были жалобы, этот подрядчик работал с нами, ну, по-моему, второй год, и вот у него вот получилось так, что некачественное выполнение работы. Вот, а вот с ДСП-8 мы тоже работаем с первого года существования программы. Также у нас по малым архитектурным формам мы работаем с красноярскими подрядчиками. Мастер тоже с первого года они к нам приезжают. Но все зависит здесь, не воспримите это как рекламу, да, все зависит здесь от собственников. Мы не влияем на выбор подрядчиков. Собственники сами выбирают подрядчика. Каким образом? Ну, то есть, скажем, по асфальту здесь им, наверное, сложно. Да, не специалисты. Не специалисты, здесь уже управляющие компании. И иногда вот такие случаются паусы. Договор с подрядчиками заключает управляющая компания, да, с кем управляющая компания договорилась вот за эти деньги, да, так вот они и заключаются. Что касается малых архитектурных форм, там управляющие компании идут к собственникам, они им показывают каталоги, показывают цены. Ну, эскизы всевозможные, сколько стоят. Да, вот эти рисунки, что, какое, где, какое, ну, какие там виды малых архитектурных форм. И согласовывают это с собственниками. То есть, если им хочется подешевле, но это будет вот как-то вот так по-другому, то они, ну, то есть, собственники выбирают себе цена-качество. То есть, что их устраивает по деньгам. Или пусть это будет побольше малых форм, но это будет похуже качество. Ну, то есть, есть вот качество такое, когда 2-3 года постояло и уже вот надо там ремонтировать. Но снипки какие-то существуют. Да, даже в соответствии со снипами. Вот 2-3 года постояло, там надо провести ремонт, покрасить там что-то еще. А есть качество, вот у нас КСИЛ, компания КСИЛ, вот с ними немногие работают, потому что у них дорогая продукция. У них очень дорогая продукция. Но зато вот те формы, которые они установили, они через 5 лет как новые. То есть, вот здесь надо тоже смотреть, все зависит. То есть, дешевое, хорошим не бывает. И помнить, скупой платит дважды. Да, да. Итак, 20 дворовых территорий сделано в минувшем году. И когда вы пойдете, я знаю, что вы ходите, обязательно проверяете, как выглядят дворы после зимы. Ну, пойдем уже, когда сойдет снег. То есть, сейчас у нас задача поставлена достаточно широкая. Мы вот пока сейчас в рамках рейдовых мероприятий все дворы не проедем, не посмотрим. Опять же, вот вернусь к этой теме, рейдовые мероприятия. Здесь в рамках этих рейдовых мероприятий мы, опять же, будем проверять и нежилые помещения, которые расположены в многоквартирных домах. На предмет заключения, есть ли у них договор на содержание с управляющей компанией. А он должен быть? Обязательно должен, потому что общее имущество собственников и у нежилого помещения, оно такое же, как и у собственника жилого помещения. Почему собственник жилого помещения должен платить за содержание общего имущества, а почему тогда собственник нежилого помещения не платит? Вот здесь вопрос. И здесь управляющие компании и собственники нежилого помещения обязаны заключить вот такой вот договор на содержание общего имущества. Ну, наверное, и с рекоператором тоже. То же самое и с рекоператором мусорным. Обязательно, с рекоператором мусорным. Здесь они должны договориться с управляющей компанией. Если это большой магазин, да, какой-то, но на первом этаже многоквартирного дома, то, возможно, там с рекоператором, с управляющей компанией, они должны иметь свой контейнер для вывоза мусора. Это всё считается по объёмам вывоза, ну, мусора накопленного, накопления мусора. Я не знал таких тонкостей, что свой контейнер. Если большой объём вот этого нежилого помещения, это всё считается. Нормативы какие-то установлены, накручиваются. Да, это всё считается. Либо должен платить владелец нежилого помещения за вывоз мусора, и этот мусор будет, опять же, утилизироваться в те контейнеры, которые принадлежат собственникам. Это если небольшое помещение. Если небольшое помещение, да. То есть мы будем смотреть вот эти моменты о наличии договора, на наличие договора на содержание общего имущества, на наличие договора по вывозу мусора. Опять же, если урны установлены у входа в дом, и на содержание, то есть вот этой прилегающей территории. Потому что, как правило, там, где нет договора на содержание, прилегающая территория к нежилому помещению, она бывает в очень неприглядном виде. Но всё-таки, вот обходя те дворы, которые, так скажем, свежие, свежесделанные дворы, и выявляя какие-то недостатки, на что вы обращаете внимание? Ну, мы на состояние малых архитектурных форм, да, чтобы они были в исправном состоянии, во избежание там, ну, то есть они обязаны, должны быть в исправном состоянии. Мы смотрим, да, спасибо, мы смотрим на состояние асфальтового покрытия, то есть если оно было недостаточно качественно выполнено, да, после зимы, там бывает где-то вищербление, да, расслоение и так далее. На состояние асфальтового покрытия, на состояние асфальтового покрытия стоянок, автопарковок, да, вот там обращаем внимание. Ну, в принципе, комплексов смотрим на всё, то есть у нас не было такого, чтобы мы пришли, и там что-то вот прям совсем сильно всё ужасно было. Бывало, что, ну, где-то там гаечка отвернулась, там где-то что-то, такие небольшие какие-то мелочи, которые исправляют. Это плановая, которую вы проводите, а по жалобам, если люди жалуются, вы выезжаете, если кто-то заметил из жильцов, что неладно там. Ну, вы имеете в виду по жалобам вообще, да, вот, ну, допустим, там сломалась, неисправно там какая-то, я не знаю, починка. Нет, ну, мы в любом случае на любые жалобы, какие поступают по программе, не по программе, по содержанию, дворовой территории, мы в любом случае выезжаем и смотрим. Мы отрабатываем любую жалобу совместно с управляющей компанией, либо, ну, то есть с теми, кто к этой жалобе имеет отношение, скажем, вот так. Ну, а чаще всего на что жалуются горожане? Ой, у нас очень много жалоб. На содержание дворовой территории жалуются, на содержание площадок ТКО жалуются. Потом в последнее время у нас появились жалобы на дезинфекцию мест общего пользования. Очень важный момент, да, очень важный момент. На что жалуются? Вот насколько мы делали сюжеты, и мне известно, жалуются, как правило, не на то, что не обрабатывают, а на то, что обрабатывают чем-то таким, что кажется им ядовитым, опасным для здоровья. Вы знаете, бывают вот разные абсолютно жалобы, вот абсолютно. Кому-то кажется ядовитым, опасным для здоровья вот тот материал, которым обрабатывают. Кто-то жалуется и говорит, побрызгают водичкой, даже ничем не пахнет. Мы объясняем, что вот эти вот все вещества, которыми обрабатывают места общего пользования, специально управляющие компании сейчас закупают, не имеющего острого запаха, чтобы не раздражать людей, чтобы не повлияло каким-то образом на здоровье. И вот мы тоже, хочу сказать, управление специалисты нашего отдела в рамках проверки проводят, ежедневно мы выезжаем, проводим проверки обработки места общего пользования. И вот я хочу сказать, что из опыта работы уже могу сказать, что проверки, обработка, проверки принесли, ну, хороший результат, да. То есть это вошло уже в привычку, в обычный. Это вошло в привычку. Управляющие компании знают, что если это будет плохо обработано, то сразу же, во-первых, мы позвоним, скажем, что вот мы проверили, вот здесь вот плохо все обработано, вот. Потому что, ну, как бы, мы с ними отработаем, если, если там не будет сделано каких-то выводов, да, и повторится, при повторной проверке будет выявлено, что обработка не проводится, мы обращаемся в департамент жилищного надзора. То есть с тем, чтобы они приняли уже меры реагирования. Ну, и что касается там меры реагирования, там предусмотрены хорошие, большие штрафы. Штрафы? Да. Штрафы как на руководителя управляющих компаний, так и на само юридическое лицо. То есть вы, механизм такой, а сколько еще продлятся вот эти меры по обработке подъезда? Я пока не могу сказать, то есть у меня такой информации нет. У нас в управляющей компании все спрашивают, сколько еще продлятся. Потому что сложилась такая ситуация, что денег-то никто дополнительно не дал управляющим компаниям на проведение вот этих мероприятий. Режим продляется и продляется. Режим продляется и продляется. И опять же, управляющие компании могут где деньги взять? Либо вот это как-то какая-то субсидия, да, из бюджета на проведение вот этих вот обязательных мероприятий. Либо они идут к собственникам на собрании и утверждают тариф. Но все собственники у нас, никто добровольно не идет на увеличение тарифа. Ну это психология наша такая. Ну особенно на обработку, я думаю, что это будет очень трудно убедить людей. То есть как бы люди понимают, что да, это должно быть, ну и сделайте. А деньги мы для этого давать не обязаны. Поэтому управляющая компания, они тоже говорят, господи, ну когда это все кончится? Будем надеяться, что в ближайшее время. Итак, дорогие друзья, эфир наш подходит к своему завершению. Это еще раз напомню, это была программа «Деловое время». Зовут меня Елена Лобанова. А в гостях у меня сегодня была Ирина Юрьевна Кабанова, руководитель жилищно-коммунального отдела УКХТ нашего городского. И естественно, говорили мы, конечно, о дворовых территориях, о планах по благоустройству на лето. И я думаю, что это как раз та самая тема, к которой мы чем ближе к лету, тем чаще будем обращаться и возвращаться. И Ирину Юрьевну, я думаю, еще не раз увидим здесь у нас в гостях в студии. Поэтому спасибо вам большое, что вы для нас время пришли к нам в этот вечерний час. И по крайней мере мы поняли, какие будут планы у города и какие планы предстоит осуществить, воплотить в жизнь предстоящим летом. Спасибо вам, друзья, за то, что вы были с нами. Это была программа «Деловое время». Хорошего вечера. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...